Сейчас такой концерт, в основном, это... Что вы так и не имеете? Часто все. Да, ну. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады вновь видеть вас в этом зале. И сегодняшний концерт в рамках 24-го международного московского фестиваля «Бояны-боянисты» посвящен 70-летию со дня рождения Владислава Золотарева. И слово о друге предоставляется Фридриху Липсу. Есть композиторы, творчество которых, образно говоря, освещает место под ногами. А есть композиторы, свет творчества которых освещает всю дорогу. Для меня луч света Владислава Золотарева осветил весь мой творческий путь, начиная с 1970-го года. Когда в 69-м году я приехал из Кангенталя, первая премия, надо программу менять, надо что-то новое учить. Как-то тогда не модно было много играть, играли по полторы программы все. Встал вопрос, а что играть? И я для себя как-то решил, что все, что я хотел, вроде то, что мне нравилось, из-за именальных сочинений я уже сыграл. Репников, Холминов, Бесков, Шинтырев, Банинский, кстати. А как-то другую музыку не хотелось играть, но и начались поиски в области переложения. Бах, французские клавесинисты, тогда играли в основном только кукушку Дагеда. Франк, тогда играли в основном при Людве Фу и вариации Си-Мнор. А я для себя открыл три хораза для большого органа. Оливье Мессиан. Это имя было не очень почитаемо, да, в общем-то, практически и неизвестно у нас в России, в Советском Союзе. Я помню, когда пришел на концерт в Большой зал консерватории, Евгений Федорович Светланов должен был дирижировать симфонию Турангалила, Мессиана. И перед входом на афишу было написано, концерт отменяется. Когда я играл Мессианом, я спрашиваю, ты что будешь играть? Я говорю, буду играть Мессиана. А чью Мессиану ты будешь играть? А когда я сыграл Мессиана, один уважаемый доцент кафедры нашей сказал у себя в классе, мне ребята передали, как это так, советский паянист играет Мессиана, это же религиозный композитор. И вот с такими творческими устремлениями я в тот момент оказался в концертном зале имени Чайковского. 28 октября 1970 года был сольный концерт Эдуарда Митченко. Не помню, что было в первом отделении, а мы прошло. Второе отделение. Золотарев, партита. Имя для меня неизвестное. Я сижу в ожидании. Начинается партита. Из первых же аккордов я понял, что вот, вот это моя музыка. Я обязательно должен ее играть. Глент Куль как-то говорил, Моцарт писал мне для моего рояля. Я сразу же начал для себя сделать вывод, что Золотарев писал для моего баяна. Когда я играл его музыку, у меня было такое ощущение, что я одновременно с ним, я сочиняю едва ли не вот эту музыку на сцене. Настолько я в нее вживался. Знаменитый румынский скрипач Джорджи Энриску, скрипач и композитор, как-то в своих воспоминаниях написал, что однажды ко мне после концерта в артистическую влетела экзальтированная дама с вопросом, Скажите, а когда вы играете Брамса, вы не ощущаете себя Брамсом? Ну, Энриску, хотя что-то ей деликатное, я ответил, но потом, поразмышляв, я пришел к выводу, что а где-то она ведь права. Потому что когда музыка, конечно, я не могу сказать, что да, я сам Брамс или да, я сам Бетховен, но когда эта музыка твоя, и когда ты в нее настолько вживаешься на сцене, что ты просто являешься сотворцом, ну, может быть, не соавтором, но сотворцом интерпретации, сочинения. И в этом смысле эта дама где-то, наверное, права, сделал вывод Джорджа Геннессу. Вот примерно такое ощущение было у меня во время исполнения произведений Владислава Золотарева. Я подошел к нему после концерта, естественно, поздравил. Ну, стоявший рядом мой земляк Толмачев Александр Иванович, не знаю, он в зале или нет сегодня, говорит, это лауреат международного конкурса Фридрих Липс, Фрингентали. На что Золотарев мягкой улыбкой в свою бороду сказал, слегка заикаясь, а я вас знаю. Ну, действительно, тогда лауреат международного конкурса, это был штучный продукт. Сразу писали в музыкальной жизни, в советской музыке, нет, в советской музыке не писали, это впоследствии даже в правде писали, в советской культуре, и нас приглашали на телевидение, я очень много ведь играл, и играемый Баян Беляева, и в музыкальных гиосках, и просто передачи были посвящены, там, 30-минутные, 45-минутные, с разговором, с игрой, в общем, как-то Баян был в части у работников в телевидении. И, конечно же, Золотарев знал всех этих лауреатов на перечет. Я его пригласил на свой сольный концерт, ну, будучи студентом 4-го курса, мне дали малый зал, я его пригласил через день буквально, у меня был сольный концерт, я ему миссиан прозвучал, кстати. После концерта мы посидели, как положено, в общежитии, вот, прощаясь, Владислав Золотарев сказал, надеюсь, мы будем друзьями. И вот эта дружба, я ее называю великой дружбой, она у нас длилась всего лишь 4,5 года. Вскоре я получал от него письмо, он в бухте проведения был. Вот, пишу сонату для тебя. Какую сонату ты хотел бы иметь? Я ему сразу начал расписывать. Хочу масштабную сонату, типа соната семенов листа, со всеми Баянными приемами, чтобы она была драматической, в общем, такой, типа семенов листа. Вскоре получаю ответ. Соната в духе листа не получается, получается соната в духе Гайна. Это вот та соната номер 2, у которой был подзаголовок в рукописи. Детская симфония в духе Гайна. И потом в издательстве почему-то это сняли. А соната в духе листа, ну, в смысле, не листа, а масштабная такая, это вот потом появившаяся соната номер 3. И наша дружба, в общем, породила и другие альянсы. Как раз вот музыка Золотарева Вячеслав Семенов увлек в Ростове, где он там работал. Увлек Анатолия Кусякова, и Кусяков создал целый ряд высокохудожественных произведений на сегодняшний день. В Ленинграде тогда Олег Шаров увлек замечательного композитора Геннадия Банщикова, который уже 4 соната написал. Очень хорошие сонаты, мне они очень нравятся. Александр Дмитриев нашел своих авторов. Короче, вот это вот какое-то было очень мощное такое тогда движение. Мне кажется, чем Золотарев сегодня нам интересен? Конечно же, своим творчеством, своими сочинениями в первую очередь. Но мне представляешь, что Золотарев — это некая грань, вот он как бы переступил порог из баянного, у меня такой даже образный есть момент, он из баянной атмосферы вытолкнул баян в общемузыкальную культуру. И Губай Дублина его с высоты своего авторитета приняла. Вот такой у меня образный есть момент. Я вспоминаю, да, и естественно, влияние Золотарева на все последующее композиторское творчество. Ведь и до Золотарева пытались и играли композитором. Кстати говоря, Мстислав Ростропович говорил, что я презираю тех виолончелистов, которые не увлекли Моцарта. И он ничего не написал для виолончелей. Ну, наверное, мы не можем так категорично сказать по поводу наших предыдущих поколений, что они не увлекли Прокофьева, Шостаковича. Но, кстати говоря, были попытки. Играли Шостаковичу, играли Щедрину, Сверидову, играли Холминову, после, кстати, уже написания Сюит в 51-м году. Результат ноль. Почему не произвело на них впечатление? Наверное, я просто говорю, что, наверное, играли не то или играли не так. А когда Мстислав Золотарев вступал в Союз композиторов и попросил меня сыграть третью сонату, и был полный малый зал там композиторов, вел Григорий Самойлович Фрид. Я ее там сыграл на его вступлении в Союз композиторов. Я считаю, что было сыграно как раз то и было сыграно так. Потому что после исполнения, там я даже не помню, по-моему, аплодисментов не было. Там просто порыв был общей композиторской массы, плохое слово. Все хотели высказаться, поддержать молодого композитора. Я при выступлении Вячеслава Артемова, с которым, кстати, сотрудничал Мстислав Леопольдович, тихим, но твердым голосом Губайдулина выступила в пользу, сказала, какой талант Владислав Золотарев. И все подытожил Григорий Самойлович Фрид. Он не дожил до столетий, недавно скончался. Он вел это собрание. Он произнес фразу буквально следующую. Я такие вещи помню дословно. Соната произвела на меня ошеломляющее впечатление. И если после первого прослушивания у меня еще были какие-то сомнения в таланте композитора, то сегодня никаких сомнений. И Золотарев был рекомендован к зачислению в союз композиторов страны. Ну, к сожалению, просто смерть не дала ему это осуществить. Владислав Золотарев есть какая-то необычность во всей его творческой судьбе. Можете себе представить, композитор без рода, без племени, никто его в Москве не знает. Приехал поступать в Московскую консерваторию. Впервые за скочных лет там поступал человек не на фортепиано играет, а на байоне свои сочинения. Не приняли его. А через год по рекомендации Щедрина его зачисляют практически без экзаменов в класс Хренникову. И он не учится. Он с первого же курса сбежал. Он эту гармонию изучал сам. Когда я у него был дома, у него особой мебели нет без стребленников. Без стребленников. У него было две кипы огромные на полу. Одна кипа Нот, Луиджи Даллопикола, Нона, Шонберг, Веберн, Берг, Кейдж, Миссио. Все современные авторы у него были. Другая кипа записи, грампластинки, бобины вот такие большие. Все записано. И вот это была его школа, училище и вуз. И вот Золотарев, не имея высшего образования вообще, и композиторского в частности, оставляет такой громадный след в нашей музыкальной культуре. Чем это можно объяснить? Мне кажется, что это какой-то яркий отблеск далекой эпохи Возрождения, быть может. И вот этот феномен еще не объясним. Есть, конечно, статьи, посвященные Владиславу Золотареву. Есть уже книги. Но книги в основном из его биографических записей, дневниковых, письма. Кстати, первая статья была моя. Это «Скорники, баяны, баянисты», выпуск шестой. Непростая статья ведь была. Когда она была написана, ее дали на рецензию. И как впоследствии мне сказал Петр Петрович Лондонов, очень хороший композитор, кстати, окончил Московскую консерваторию, между прочим. А он сказал, что составитель бывший, там Акимов был составителем, дал ее на рецензию специально, потому что, когда дается на рецензию, значит, статья зарубается. Ну и, значит, рецензию мы получили. К тому времени Акимов ушел из жизни, и редактором стал Егоров Борис Михайлович вместе с Колобковым Сергеем Михайловичем. Рецензию получил я на руки шестнадцатистраничную. Полный разгром. Меня там рецензент уважаемого, очень композитор, известный, сказал, что ЛИП стоит на антисоветских, антинародных, антипартийных позициях, ну и так далее, в общем-то, что все, что можно было в тот момент написать, там было написано. И в конце было написано, в данном виде статья опубликована быть не может. Но я-то понимал, что рецензия написана не против меня. Рецензия написана, чтобы я не написал о Золотареве, чтобы о Золотареве не было вот такой вот информации. Ну и, значит, резюме такое. Статья в данном виде не может быть опубликована. Точка. Только при коренной переработке материала. И при повторной рецензии статья может быть опубликована. Но к этому времени у нас с Лондоном сложились отношения очень доверительные, потому что он стал мне доверять. Влияние Акимова на него сошло на нет. Даже когда там один редактор, Депрофундист, Губайдубина не хотел сдавать, Лондонов показал пальцем в мою сторону, и говорит, издадим, я ему доверяю. И Лондонов, мудрый. Я говорю, Петверич, ну что делать? Вот не может быть опубликована статья-то. Мудрый Лондонов полистал вот эту. Он-то знал, в чем дело. Он ладошкой прикрыл последнюю страницу все слова и оставил только последние четыре слова. Может быть опубликованную. Помните там при повторной рецензии, прикоренной тара-та-та-та, может быть опубликован. Он все вот так, видишь, может быть опубликован. Но хорошо то, что вот эти строгие рецензии, они приносят пользу, потому что там действительно где-то у меня были какие-то неточности, и в общем, я эти неточности потом исправил. Ну вот такая ситуация. И мне кажется, что все научные разработки, которые на сегодняшний день есть, они не отвечают на главный вопрос. Что есть феномен Золотарева? Как можно без образования сделать вот такой мощный шаг в сторону академической музыки? Ведь после Золотарева, смотрите, появились и Губайдулина, и Леденев, и Холвинов вновь пришел, и Подгайц, и Брондер, и Сергеева, и Волков, и Журбин, и так далее, и так далее, и многие другие композиторы. Я называю это те, с кем я сотрудничал. Мне кажется, это именно вот его новый подход к инструменту, то, как он раскрыл новые возможности баяна. Я, возвращаясь к началу, еще раз хочу сказать, что есть композиторы, которые освещают только место под ногами, Луч света Владислава Золотарева, пройдя толщу, теперь уже десятилетий, сквозь толщу десятилетий, устремлен в будущее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...